Добрый день! История про одного раввина. У нас в городе есть раввин, которого зовут Рав Фрайм Ротшильд. Он ответственный за систему обеспечения кашрута нашего города. В том числе он раввин синагоги. История такая. Рассказала мне моя супруга. Ее подруга, сотрудница по работе, пришла и рассказала, что в шаббат была у них следующая ситуация. Молодая семья с детьми. Как-то почему-то женщина поставила чонт, то есть жаркое, на вторую трапезу. Поздно. Прямо перед самым шаббатом поставила ее на... Она была не готова. Так она считала, что до наступления в субботу эта еда была не готова. Значит, какой закон в этой ситуации, что если она ставит это на блэх, то есть на лист железный, который кладется на огонь, и у нее кнопочки, не кнопочки, а выключатели газа прикрыты, то тогда по всем мнениям она может это оставлять, довариваться в шаббат. И несмотря на то, что в этом чонте не готовое мясо, не готовая картошка, не готовая фасоль, не готовая перловка, все равно этот чонт может продолжать вариться в шаббат. Почему? Потому что она поставила ее на огонь до шаббата. Опасение, что она будет за ним следить, мешать угли, убирается тем, что она поставила на железный лист. Кнопочки прикрыты, то есть для того, чтобы увеличить огонь, ей нужно будет снять чонт, взять железный лист, повернуть. Такое действие человек не сделает в шаббат. А чего мы опасаемся? Мы опасаемся, если человек случайно, нечаянно вдруг увеличит огонь под этим чонтом. Это постановление мудрецов, что мы предполагаем, что человек может, сам того не подозревая, выключить нечаянный свет, например, или чуть-чуть повернуть, как бы подошел к кастрюлю, и нечаянно, как бы, это автоматом, поскольку, когда у него здесь есть закрытые эти кнопочки, эти, как это называется, ковторим, он все время перевожу северита, выключатели газа. Ну, мы говорим, нет, мы этого не опасаемся. Романчин, конечно, говорит, что не обязательно прикрывать эти выключатели, а мы говорим, что есть мнение, что лучше прикрывать. Неважно, в любом случае, если у нее так было, то у нее, по всем мнениям, можно было оставить этот неготовый чонт до утра субботы, когда его обычно кушают, готовятся. Все замечательно. История, на самом деле, обычная история в еврейской семье, которая бывает. Не всегда успевают заранее приготовить все. Хотя изначально лучше, чтобы уже при наступлении субботы все было уже готово. У них случилась еще одна ситуация. У них потух газ в шаббат. Так, газ потух, и что им нужно делать? Огонь больше не горит. Можно закрыть газ, чтобы газ не шел в квартиру, и не дай бог не было отравления и взрыва. Можно закрыть струю газа, то есть уже потухший огонь, повернуть выключатель газовой горелки, чтобы газ перестал идти и открыть, как и положено, открыть окно, чтобы проветрилось, газа не было. Но эта женщина теперь встала перед проблемой, дилеммой, что же делать? У нее теперь нет еды на вторую трапезу. Что делать? Можно ли взять эту кастрюлю и переставить к соседям, чтобы она продолжала вариться? Они пошли к Равину, и Равин сказал, что можно сделать. Если Чонт не доварился, нет никакого варианта поставить его на огонь к соседям довариваться. Этот вопрос обсуждается. И мы считаем, что даже если оно доварилось до половины готовности, продолжать это доваривать до конца, до полной готовности, это запрет Тора. Я понимаю, почему этот Равин так постановил. Жена моя спросила у меня, какой закон. Я говорю, однозначно, я совершенно полностью согласен с Равином. Нельзя перенести это и поставить к соседям на огонь. Если этот Чонт был полностью готов и нечаянно потух бы огонь, тогда можно было бы его взять и переставить к соседям, чтобы он продолжал быть теплым. Это да. Но если Чонт этот не готов, делать нечего. Можно этот Чонт остудить, например, подождать, пока он остынет, и поставить в холодильник. Если он готов хотя бы до третьей готовности, тогда он не считается запрещенным предметом мукце, который невозможно, нельзя переносить. Этот Чонт не мукце. Почему? Потому что хотя бы до третьей готовности готов, то его можно, можно в ситуации определенной съесть. И поэтому мы говорим, что его можно сейчас переставить и поставить в холодильник, чтобы он не испортился, доварить его в муце и шаббат на исходе субботы, после субботы. Но сейчас нечего делать. И они спросили эти люди у Равина, ну у нас же гости на завтра. А Равин говорит, ну это из тех ситуаций, когда делать нечего. Этот Чонт, доварить в шаббат нельзя. История такова. На следующее утро дети Равина принесли в эту семью кастрюлю Чонт. Равин постановил. Вопросов тут нет. На мой взгляд, вопросов никакого нет. Он сказал, что нельзя, но он чувствовал ответственность. Он понимал, что женщина осталась, должна принимать гостей. Женщина, ее муж, семья остались без Чонта. У них, грубо говоря, нечего кушать в шаббат. Более того, нечего кушать в шаббат. Нечем принять гостей. Это жаркое. Было основное блюдо на субботнюю вторую трапезу утреннюю. И поэтому его дети принесли кастрюлю с Чонтом. Потому что я не знаю, как там получилось. То ли они от своей кастрюли отдали половину. То ли у них была какая-то дополнительная кастрюля. То ли не знаю я всех деталей истории. Но этот поступок раввина мне очень, как бы, что называется, по сердцу. Он повел себя, как настоящий раввин. Несмотря на то, что он не обязан был этого посылать, это Чонтом. Таков закон. Это то, что случилось с этими людьми. Они должны были придумать, я не знаю, как-то выйти из положения, как-то принять гостей. Я не знаю, порезать салатов каких-то, разрешенным способом искать. Одолжить у каких-нибудь соседей полку колбасы. Я не знаю, что они могли сделать. Но это была их проблема. Они должны были, может быть, пойти к соседям и сказать, давайте договоримся, вы дадите нам треть кастрюльки Чонта своего. Может, который у вас остается обычно. И к другим соседям пойти попросить у них еще треть кастрюльки Чонта, которая у них остается обычно. Как правило, все жаркое, весь этот Чонт не съедают. Да, делают с запасом. Но Равин почувствовал, что он несет ответственность. Еще раз, если Равин постановляет, и он сомневается, но он не знает, как решить, и он устражает, тогда понятно, почему он чувствует материальную ответственность. Он, как бы, у него была, например, там, курочка, у которой был вздутый желудочек. И он не до конца понимал, так сказать, этот вздутый желудочек делает курицу полностью некошерный, или он сомневался. И он постановил лучше устражить. Так он, так сказать, часто так принято, что в этой ситуации он дает деньги для того, чтобы купили другую курицу. Почему? Потому что он не знает точно. И он здесь устражает, он чувствует материальную ответственность. Если бы он знал точно и мог бы разрешить, он бы не заставил бы, не постановил бы выкинуть эту курицу. Но в этой ситуации вопрос-то был однозначный. Этот чем-то варить было нельзя. Это, что называется, элементарный вопрос. Все равно Раве Фрайм Ротшильд посчитал нужным помочь этой семье и почувствовал, чувствовал, как бы, проблему, чувствовал другого человека. И поэтому посчитал нужным или он, или его супруга, или они вместе посчитал нужным помочь этим людям с чем-то. Вот такая вот история. Мне она понравилась. Спасибо.